Привет дорогие зрители, с вами снова Артур и это 12 глава игры Beast Inside, мы на финальной на самом деле, на финишной прямой и сегодня будет последняя серия, это стопудово, потому что уже видно, что сюжет завершается, я не знаю, возможно это будет короткое видео, то есть возможно мы тут уже совсем около финала, а может быть еще будет час, но где-то так, короче говоря. Я совершенно потерял нить происходящего, если человек в маске не мой отец, а его убийца, тогда кто он, кто мучил всех этих людей, возможно у моего отца, вы ничего не слышали, был другой сын, выродок, которого он прятал от мира, пора наконец сорвать маску с его лица. Здесь, конечно, все на самом деле очевидно, и поэтому те люди так, сейчас вы ничего не видите, кстати говоря, вообще все сегодня профессионально максимально начинается, но тем не менее. Вот, короче говоря, Николас, он, ну типа, наверное, просто как-то правду от себя пытается скрыть, но типа очевидно, что это он, у него просто раздвоение личности и прочая вот эта вот срань. Ага. И еще что я хотел сказать, если я чего-то не проговариваю вслух, то это не значит, что я типа этого не понял, но, конечно же, люди в комментариях, как обычно, все уже давно раскрыли, и я просто читаю комментарии на YouTube, и я поставил в последнее время, ты знаешь, постоянно поражаюсь тому, насколько токсичным стал YouTube, и насколько он стал похож на одноклассников, насколько же он отупел. Вот, будьте добрее друг другу, будьте добрее экстримерам, ютюберам, и не пишите говно в комментариях, временами это откровенно болезненно читать, потому что головоломки, ну, на самом деле, они решаются довольно быстро, и мы неплохо справляемся с этой игрой, по-моему, и да, когда кто-то говорит, опять же, что все-таки нужно выпускать серии быстрее, я напомню, что мне сейчас на данный момент, я просто, ну, хочу сказать, это слух, просто чтобы люди понимали, YouTube в данный момент меня вообще в одно место не тарахтел, то есть это скорее хобби, потому что вот на последних пяти видео, опять же, копирайтеры сфлагнули все, что можно, и, короче говоря, прилетело достаточно неприятно, ну, соответственно, ничего с этих видео я не получаю, кроме, соответственно, комментариев от очень умных людей, вот, поэтому, если видео запаздывают, ну, они не запаздывают, на самом деле, то просто прошу относиться к этому с пониманием, вот, а мы пока что идем вперед. Я просто пытаюсь расставить точки над «и», чтобы люди понимали, о чем мы вообще говорим. Но где же мой напарник? Где он? И что он вообще хочет сказать? Я думаю, что сейчас, когда мы сорвем с него маску, будет дикий, дичайший поворот, и мы такие «Да ты че?» «Да ты че?» «Такие не может быть!» и тому подобное. Мне кажется, что сейчас, кстати говоря, мы поднимемся в очень известное для нас место, но пока что, опять же, я не буду спалерить. Мы уже ничего не поднимаем, а что у нас, кстати говоря, пишется в дневнике? Так много жертв, а я до сих пор не знаю, кто скрывается. О, господи, Николас, ты такой бываешь временами? Стой! Неведомый незнакомец! Стой! Все затихло. Куда он шел? Туда? Это он, где? Да, это именно она. Это гостиница. Я так и знал, что мы сюда придем, потому что в будущем мы видели, как она сгорела. Да? А тут она стоит. Видимо, сейчас мы, собственно... О, нет, только не босс-файт. Я уже боюсь этого места. Кстати говоря, что происходит и почему здесь карета лежит на боку. Я еще в прошлый раз на это смотрел, но что-то как-то не придало этому большого значения. А еще тут круто было, когда мы сюда в первый раз попали. Смотри, мы видим весь дом, то есть все окна прозрачные. Это так круто. И я уже помню, где что находится примерно. Мы там везде уже были, везде обходили. И вон там наверху, я помню, мы убегали, а тетеньки бежали вот так, спускались там отсюда-сюда, спрыгивали. Блин, я уже хорошо ориентируюсь в этом месте. Короче, было так круто, когда в каждом окне кто-то стоял, когда мы здесь сражались с этим судьей. Было непонятно. Только похвалил игру за то, что все окна прозрачные, и окна в лобе оказались непрозрачными. А я вас понял, я понял, почему это так. Так, что-то как-то громковато. Давайте вот так вот лучше. Пройти вглубь пещеры. Однако... Так вот и так. И батья своего он тоже заколбасил, верно? Боже мой, он вернулся! Ах! По крайней мере мы знаем, что это происходит. Я сказал тебе раз и раз, что ты не можешь сюда! Это работа для взрослых мужчин. Они идут в глубокую землю, дриллявая и сломывая, чтобы экстрактировать ору из земли. Ты только в их пути! Почему все обратно к мне? Я должен... Я должен выйти из этого. Выбраться из шахты. Когда-нибудь, Николас, ты все-таки догадаешься, я думаю. Когда-нибудь. Так, как нам туда попасть? Я думаю, что нам нужно как-то прокрутиться и вылезти откуда-нибудь от... туда. Потому что отсюда мы явно не поднимемся. Хотя... Давайте просто осмотримся. Есть такое мнение, что это очередной залупленный коридор. Ну да... Да? Нет? Или да? Вроде как нет. Тут сверху... Что? Как это? Ага. Нам надо, походу, выйти как-то к этим доскам. Потому что сейчас мы ходим по потолку. Но с другой стороны... Ву... Да. Кирка. Можно попытаться выломатить доски над спуском и выбраться отсюда. Берем. Берем. Так. Что-то совсем жестко пошло. Николас, это... Это тревожные звоночки, на самом деле. Тревожные. Ты должен понимать, Что с твоим разумом что-то не так. Что-то совсем не так. Боже, как тут темно. А? Нани? Я вас понял. Что за дичь? Слушайте, у нас 85 керосина и 149 спичек. Что-то... Что-то как-то мы их не потратили. Я все думал, что пригодятся потом. Ладно, как бы то ни было, это было интересное прохождение, по-моему. Опа-на. Мы все дома. Ничего не слышали, сегодня профессиональное видео. Так, свет. Немного света. Попасть в комнату Николаса. Да ща, смотри, все тут зло... Так, понял. Хорошо. Можно как-то немного подсветить? Здесь как-то слишком темно. Газетная вырезка. В подвале дома Джейкоба Хайда была обнаружена пытошная, и в ней могли держать не только Нортона, но и других бесследно пропавших в окрестностях Блэкстона за последние годы людей. В одной из комнат был найден сын подозреваемого Николас Хайт, но его душевное состояние не позволяет провести допрос. Юный Хайт, лишенный связи с внешним миром и, вероятно, этим травмированный, был немедленно доставлен в психлечебницу в Провиденсе. Шериф надеется, что после выздоровления юноша сможет сказать, где его отец прячется от правосудия. А он не прячется. Николас его убил в пещере. Журналюга получил на достижение. Ну, это ему дотошно, конечно, все делали. Дотошно. Как же тут темно. Ни хрена не видно. Пожалуйста, я буду в голову, если ты не отзываешься. Я извиняюсь. Не извиняйся, Николас. Он будет извиняюсь. Что? Кто там? Мы должны помочь друг другу. Вся эта жизнь против людей, как мы. Это все моя власть. Нет, это не. Это их власть. И они будут платить. Ты старый человек и другие. Нет, нет, нет. Мы не можем думать так. Мы можем делать все. Среди он сказал, что ты уничтожил его жизнь, снижал его кладешься в здесь, я удовольствовала. Он уничтожил на нее. Ты знаешь? И он не хочет, чтобы ты уничтожил, что ты уничтожил. Ты уничтожил, что ты уничтожил в Блэкстоне. Продолжение! Ты меня ошибаешь! Это время для ревенда. Первое, я уничтожил в пещере. Я не могу. Я не могу. Я не могу затушить. Мама не горюй. Мама не горюй. Ну и поджег в гостиницу. Какой? Ты уничтожил, Леггарс. Ты знал, что ты не сможешь уничтожить. Мама? Как это возможно? Криджи на верхнем пророке. Можно сейчас стол Konstantinismus. Он начал поливаться с ним... систем, стивилил овоги. Так, пойду-ка я, пожалуй, ну-ка, нахрен Сюда, Аня Спокойно Ты шо? Лезь, лезь, родной Хотя уже плевать это все в твоей голове Ну-ка, нахрен О май, о май гад Пойдем сюда, пойдем Я не знаю Сюда Не знаю Не знаю, наверное О боже, куда бежать? Куда бежать? До свидания Так Тащи, давай Вон там, блин Ладно 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 Ладно-ладно-ладно, ладно, 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 не надо, не надо, не надо этих, не надо. Мани! Да хватай! Руби! Руби! Да не успею. Я не успею. Я знал, что мы сюда рано или поздно попадем. Я не успею. Я не успею. Я пришел с ума. Это случилось по-настоящему. Гостиница, пожар, отец. Я вновь ощутил себя ребенком, которому порвали в кулачке душу, а затем небрежно сшили их, заставляя страдать. Бесконечно страдать. Я чувствовал себя так лишь рядом с отцом, поэтому уверен, что это снова был он. Сейчас, в отвале, мне удалось сбежать и спрятаться, но отсюда нет выхода. Или есть? Я слышу за стеной какие-то звуки. Это действительно случилось? Не знаю, зачем разработчики вот так вот себя ведут. То есть, они уже четко тебе показали, что вот и что и как здесь. Но при этом главный герой, он все равно себя ведет, как будто он так и не понял. Хотя уже десять раз четко указали на то, что происходит. И все-таки какой-то принятие главным героем вот этого факта, все-таки как-то было бы более взросло и интересна, наверное, его реакция. А не тупой, отрицалого. Даже Голум, блин, принял тот факт, что у него раздвоение личности и есть Смегал, а есть Голум. Опа-на. Что-то совсем жестко. Нас накрывает новыми волнами. Адам! Адам! Эмма! Эмма, ты здесь! Эмма? Адам? Какого? Подожди, какого хи... Так. Эмма, должен быть потерпелить мою сознание. Слушай, может быть он... Это стало интереснее. Что? Мы тут-то шпика совьет этого видим одновременно. И этого местного мистера Икса в шляпе. Получается, Адам начитал все этих дневников и у него хорошенько так кукуха съехала. На фоне этого у него появилась... Насчет Эммы не совсем понятно. То есть, про нее там в записке было написано про то, что она сама по себе тоже обладает скелетами в шкафу. На фоне всей этой паранойи, главный герой... Уехал настолько хорошо кукухой? Шо? Так. Хорошо уехал, я понял. Напоминает СЦП какой-нибудь. Это просто как... Уехал, я не верю. а вот и таинственный ключ пригодился пришла пора положить конец всему этому что это вообще такое какой-то купол это просто одна вещь что остается мистерия почему? это без моего воспоминания так много людей умерли говорите мне почему? вопрос почему ты это сделал? он выстрелил, я знаю и я открыл твои глаза и тогда ты увидел его фото, что вы думаете, что это за кожей, кто это все в мире пола во дворе и в обзоре никто не был институт патрик что ехал на их сознание как гонка и кто ты думаешь, что ты осуществил, если они должны быть мертвым? они не должны быть мертвым они... просто подумайте о том ваш партнер, твой замок, молотый делик, пытаясь мы от нас The detective, a vulture, feeding on the tragedy of commoners. Тея, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge. A grafter and a regular scoundrel. Синворс, right, your father. A true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness, the old man would be pissing on your grave and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave. You'll fall back into madness like the last time. You'll tell the doctors you don't remember anything. Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? You will be gone because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. Ah! How are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I were expecting a baby. And some people are trying to... So far your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone. What happened to your wife. And what... They have done. But I was there! They took photos of us. Planted bugs. I've been asking you for months. But I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months? Did they tell you to brainwash me? They. Soviets. Ruskies. Commies. Call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy. Even a close friend or a family member. So? Shh. Maybe all that you told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to really information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it. But she won't be able to do it anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording. What have you done to my wife? Tell me, you phony. Who are you really? It's not you asking these questions. It's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time. Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Lauren, like you said. I've got all, I've been done everything. I've killed each other. I it's been killed. I've been shot everything. НОУА! 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 Я сейчас помню. Друзья... Я болен. Эмма была шпионкой. Если бы я вот так ответил, я бы... На самом деле, Адам, мне кажется, вот так ответил бы. Давайте признаемся. Посмотрим в глаза правде. Эмма была инноценна, и я думала, что она работала для Советского Союза. Я убил мою жену. Я убил ее. А, наконец, мы делаем прогресс, Адам. Скажи мне все еще раз, из начала. О вашем работе и, эээ... Адам? Адам исчез. Полученное достижение. Закрытая палата. Ну, собственно, так и заканчивается Beast Insight. Что я могу сказать? Прекрасная игра, на мой взгляд. Эээ... Далеко не самый лучший хоррор. Далеко не самый лучший квест. Но, между тем... Эээ... Реально... Реально приятная игра, в которой были элементы и хорошего хоррора, и хорошего квеста. Местами прикольные, интересные головоломки. Но было и много моментов, которые были откровенно противоречивы. То есть, допустим, вот эти вот моменты с квантовым анализатором, с которым ты бегаешь по лесу, были откровенно как пятое колесо, выглядели глупо. И с точки зрения смысла, соответственно, тоже. Однако сейчас мы понимаем, что, скорее всего, всего этого тупо не было. Ну, главный герой себе надумал. И... Да... В игре прекрасная графика, прекрасная постановка многих моментов. Но в результате сюжет скатывается в странную банальщину. И где-то просчитывается в первой половине еще. То есть, ты уже примерно тогда начинаешь подозревать, что же здесь происходит. И... Именно это самое главное, наверное, проблема игры. При всей ее качественности она очень банальная. То есть, весь сюжет, который в ней есть, он банален, предсказуем. И такое мы видели уже не один раз, не два и даже не десять. Все вот эти приходы под конец, это, опять же, очень знакомо. Но, в целом, повторюсь, это был приятный хоррор с интересными моментами, с интересной историей. Очень качественно, чего в последнее время было не так уж и много, на самом деле, в играх такого плана. И, вы знаете, я прошел ее с удовольствием. С большим-большим удовольствием. Хотя, местами, конечно, мозг она мне и выносила своими головоломками. Но, повторюсь, это скорее фича, чем какая-то проблема игры. Это хоррор с вот такими вот элементами квеста. В принципе, на этом все. Все, что я хотел сказать, сказал. И я надеюсь, вам понравилось это прохождение. Видео получилось не такое большое на полчаса. Но, при этом, как говорится, мы прошли игру. Мы прошли игру. И это прекрасно. В ближайшее время будет прохождение игры под названием Moons of Madness, которая выходит буквально там завтра-послезавтра. Не знаю, когда это видео выйдет. Вот, ну, то есть концовка. Moons of Madness – это игра, в которой вы будете на космической станции сражаться с лавкрафтовским злом. Это, вроде как, довольно интересно. Но там посмотрим. Увидимся там. А на пока что все. Всем пока и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, discover- Taing Torzok Правда нетов... Плюнулся, не познавайте ей эту штуку. съезд вONE dividу – это конфликта щели! Чтобы не значила эта фраза под конец, кто-нибудь в комментах кидайте свои предположения. Всем пока.